Каждую весну жители дома номер 10 по проспекту Карла Маркса, вооружившись граблями, лопатами и другим садовым инвентарем, выходят во двор, чтобы привести в порядок придомовую территорию, облагородить детскую площадку и пространство вокруг. Любовь Мелишева рассказывает, что новой современной площадкой жители дома обзавелись благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. Жители дома определили желаемый проект, провели голосование и подали заявку в администрацию. Так площадка обрела новый облик. Теперь во дворе дома все время слышны детские голоса и смех. Нашему дому построили такую благоприятную площадку, очень современную, как наши дети говорят, очень крутая. В среднике у дома на Карла Маркса принимали участие помимо самих жителей представители управляющей компании и муниципальные служащие. Директор управляющей компании лично занимался мытьем лавочек на детской площадке. Подметаем, собираем листву, которая осталась с прошлого года, моем асфальтобетонное покрытие, резиновое покрытие, которое расположено на детской площадке. Малоархитектурные формы приводим в порядок к сезону. В среднике приняла участие и глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко. Конечно, в традициях России, в преддверии Великого праздника Пасхи убрать территории. Придомовые, в домах убраться. Поэтому мы активно принимаем участие в этих мероприятиях. Сегодня у нас 1270 человек на территориях работает. Это не только представители администрации района, но также организация, организация потреб рынка. У нас активно принимают участие в субботнике школы, детские садики, объекты здравоохранения, учреждения культуры. Дворы и общественные пространства преображаются по инициативе и при активном участии жителей. Напомним, с 15 апреля по 31 мая на единой федеральной платформе пройдет рейтинговое голосование за городские территории, которые благоустроят в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». В голосовании примут участие 20 территорий по всей Самаре. Галина Топилина, Петр Поломеев. События.